Диффузии в газах, жидкостях и твердых телах. Всем хорошо известно, что если в комнату внести какое-либо пахучее вещество, например, духи или кофе, то запах вскоре будет чувствоваться во всей комнате. Распространение запахов происходит из-за того, что молекулы духов или кофе движутся. Они на своем пути сталкиваются с молекулами газов, которые входят в состав воздуха. Молекулы постоянно меняют направление движения и, беспорядочно перемещаясь, разлетаются по комнате. Распространение запаха является доказательством непрерывного и беспорядочного движения молекул. Проделаем опыт, который можно объяснить только тем, что тела состоят из молекул, находящихся в непрерывном движении. Нальем в мензурку или стакан раствор медного купороса, имеющего темно-голубой цвет. Сверху осторожно добавим чистой воды. Рисунок 23. В начале между водой и медным купоросом будет видна резкая граница, которая через несколько дней станет слегка размытой. Граница, отделяющая одну жидкость от другой, исчезнет через 2-3 недели. В сосуде образуется однородная жидкость бледно-голубого цвета. Это значит, что жидкости перемешались. Наблюдаемое явление объясняется тем, что молекулы воды и медного купороса, которая расположена возле границы раздела этих жидкостей, поменялись местами. Граница раздела стала расплывчатой. Молекулы медного купороса оказались в нижнем слой воды, а молекулы воды переместились в верхний слой медного купороса. Постепенно молекула медного купороса и воды, двигаясь непрерывно и беспорядочно, распространяется по всему объему. Жидкость в сосуде становится однородной. Явление, при котором происходит взаимное проникновение молекул одного вещества между молекулами другого, называется диффузией. В твердых телах также происходит диффузия, но только еще медленнее. Например, очень гладко отшлифованные пластики свинца и золота кладут одна на другую и ставят на них некоторый груз. При комнатной температуре 20 градусов за 4-5 лет золото и свинец взаимно проникают друг в друга на расстоянии около 1 мм. В приведенных опытах мы наблюдаем взаимное проникновение молекул веществ, то есть диффузию. Процесс диффузии ускоряется с повышением температуры. Это происходит потому, что с повышением температуры увеличивается скорость движения молекул. Явление диффузии играет большую роль в природе. Так, например, благодаря диффузии поддерживается однородный состав атмосферного воздуха вблизи поверхности Земли. Диффузия растворов различных солей в почве способствует нормальному питанию растений. Продолжение следует...